Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Наверное, у каждого в жизни были ситуации, когда очень сильно хотелось узнать чью-то тайну и потом иметь возможность этой тайной воспользоваться. Но наша сегодняшняя история не об этом, а совсем наоборот. Пользователь популярного сайта RedEdit с ником ThrowerAlostOne написал публикацию, в которой попросил совета, как ему поступить в сложной ситуации. Оказалось, что парень попал в очень щекотливую ситуацию и узнал тайну, которой знать не должен был. И теперь он не знает, что ему делать с этой информацией и как ему поступить. Парень рассказал, что однажды пьяный муж его сестры проболтался и открыл ему страшную тайну. Он поведал молодому мужчине, что его старшая сестра, которую он очень любил и считает своим лучшим другом, и вовсе ему не сестра. Да, он счастливый парень, у него есть родители, сестра, как он думал. Но степь родства у них совершенно другая. Так получилось, что 17-летний парень решил одиннажды пойти по стопам своей старшей сестры. А она училась в медицинской школе и выучилась на врача. Ему нравилась и ее история про учебу, про стажировку в больнице, и все это стало для парня очень притягательным. И вот своими планами он поделился и с мужем своей сестры. А поскольку мужчина в этот момент был пьян и не сильно соображал, что говорит, то отметил, что это очень правильное решение пойти по стопам матери. Поначалу парень не понял слов пьяного мужчины и переспросил, а он понял, что наговорил лишнего и сразу удалился. Потом, немного порассмыслив, парень понял, что его сестра на самом деле его родная мать, а тех, кого он называет родителями, на самом деле его бабушка и дедушка. Так парень узнал страшную тайну своего рождения, о которой даже не подозревал. Так получилось, что его мама забеременела еще в школе, в выпускном классе. Она не собиралась отказываться от ребенка и готова была растить его. Но тут девушка узнала, что поступила в колледж своей мечты. Она не знала, как поступить, и на помощь ей пришли родители. Они пообещали присмотреть за своим внуком, пока она будет учиться. Сперва предполагалось, что мальчик будет знать, кто его мама, но потом его бабушка и дедушка усыновили его, а девушка была слишком занята учебой и своей жизнью, что на сына у нее не было времени. Потом мама мальчика признавалась, что пожалела о своем решении, но не знала, как вернуться назад и рассказать своему ребенку об этом. Она рассказывала мне все и о том, что очень сожалеет, что ушла тогда и сейчас она хочет быть моей мамой, несмотря на то, что я уже взрослый. Я сказал, что подумаю, и она ушла, написал парень в RedEdit. Он также поделился с подписчиками своими эмоциями и состоянием после всех новостей. «Чувствую себя ужасно. Такое впечатление, что вся моя жизнь ложь. Нет, обо мне заботились, хорошо, ко мне относились, но при этом врали всю жизнь. Я не представляю, как смогу называть сестру мамой или родителей бабушкой и дедушкой. Моя жизнь больше не будет прежней». В конце своей публикации парень попросил совета у подписчиков, как ему поступить в этой непростой ситуации. «Жаль, что ты оказался в такой непростой ситуации и на тебя свалилось слишком много, но это твоя история и только тебе принимать решение, ведь от этого зависит твоя жизнь. Единственное, что могу тебе посоветовать, это дай сам себе время, чтобы все обдумать и принять решение, и знай, что ты не решил, это будет правильный выбор лично для тебя», – пишет в комментариях один пользователь. «Как бы там ни было, и твоя биологическая мать, и ее родители, которых ты называл мамой и папой, они твоя родня, и вы одной крови. Они желали тебе только хорошего и точно не хотели причинить тебе боль. Но решение только за тобой, кого продолжать называть мамой. В любом случае, они не перестанут тебя любить», – комментирует другой пользователь. «А чтобы вы посоветовали этому парню, как ему поступить и как распорядиться той информацией, которую он узнал». На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.